Повествуется положение людей в эпоху пророческой миссии, что, когда им бывает неспослано что-либо из книги Аллаха, они задаются вопросом. И среди учёных есть разногласия по поводу того, кто задаёт вопрос, чья вера от этого стала сильнее. Было сказано, что этот вопрос касается лицемеров, и также говорится о том, что этот вопрос задаётся всеми, и верующими, и лицемерами. Чья вера от этого стала сильнее? Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. Когда верующие читают слова Аллаха и Сунну Пророка, или то, что неспослано из Откровения, то их вера от этого усиливается, и они радуются. Это означает, что верующие даже в этом мире радуются тому, что их вера усиливается. И они рассказывают и обсуждают эти вопросы. А что касается тех, в чьих сердцах болезнь, то это прибавило скверну к их скверне, и они умерли, будучи неверными. И это также означает, что даже Коран, который является самым большим доводом, самым великим источником и самым главным истоком веры, может являться для некоторых ещё большим горем. Она прибавляет скверну к их скверне, потому что эти вещи являются сейчас сферой веры, новыми источниками веры. И они усомнились в них, сочли их ложью и отвернулись от них. И это прибавило скверны к их скверне, и они умерли, будучи неверными. Всевышний Аллах наказал их за то, что они отвернулись тем, что они умерли неверными. Также Аллах сказал, среди них есть такие, которые обещали Аллаху, если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарил их из своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с ним, за то, что они нарушили данные Аллаху обещания, и за то, что они лгали. Затем Аллах сообщил об их уклонении от слушания откровения и сказал, когда ниспосылается сура, они смотрят друг на друга, видит ли вас кто-нибудь, а затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они люди неразумные. Уклонение от слушания откровения бывает как физическим способом, так и духовным. У него много состояний, суть которых заключается в том, что они все имеют общий смысл, то есть уклонение от слушания откровения. Этот аят, в котором Всевышний Аллах говорит, неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? Они не раскаиваются после этого и не поминают назидание. Аяты Корана указывают на то, что есть ежегодные испытания, а иногда по нескольку раз в год. Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? Аллах испытывает нас иногда по нескольку раз в год. Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? Они не раскаиваются после этого и не поминают назидание. Слово «фитна» в общем смысле означает «испытание». Среди толкователей есть разногласия по поводу значения слова «фитна» в данном аяте. Некоторые из них сказали, что это засуха, другие, что это джихад, третьи – повествования аятов. Верным же будет толкование салифов. Одним из первых, кто упомянул это правило, как я думаю, был Ибн Атыйя в книге Аль-Мухарар-Уль-Ваджиз, которая заключается в том, что толкование салифов связано в основном с приведением примеров. Они упоминают отдельные части, входящие в общий смысл аята. Затем Ибн Таймия упомянул это правило, как одно из правил толкования. Он расширил его и привел для него примеры. Но я думаю, что первым, кто упомянул его, был Ибн Атыйя в книге Аль-Мухар-Уль-Ваджиз. Это то, что толкование салифов связано в основном с приведением примеров. Суть в том, что фитна, о которой Аллах упомянул в этом аяте, неужели они не видят, что каждый год они подвергаются фитне, испытанию, один или два раза? В действительности вселяет в сердце верующего страх и готовность к этим вещам, что Всевышний Аллах испытает нас. Это является чтением большинства. А чтение имама Хамзы, то есть большинство читает так, неужели они, эти лицемеры, не видят, да обращение к ним, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? А в чтении имама Хамзы обращение в аяте относится к верующим. Неужели вы не видите, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? В действительности это побуждает нас обратить внимание на тему испытаний. И что этот мир, как сказал имам Ахмад, поистине это немного дней. То есть этот мир скоротечен. И это временная обитель. И мы пребудем обитель вечной жизни. Если бы человеку сказали, что если ты сейчас переедешь в соседнюю страну и проживешь там сто лет, а если останешься в своей стране, то проживешь всего пять лет. Он отправился бы со всем своим имуществом в соседнюю страну, где он проживет сто лет. Это всего лишь соотношение ста лет к пяти годам. А как насчет соотношения, которое на языке математики будет пренебрежимо малым числом, числом, не имеющим значения? Соотнесите обитель, в которой жизнь будет длиться вечно, миллиарды лет, бесконечно, к временной обители. Человек, по сути, должен готовиться к подобным испытаниям. В особенности, когда Всевышний Аллах сообщил нам о том, что они проходят чаще, чем раз в год. Если верующий соотносит это с тем, что он видит в идеологических преобразованиях и дискурсах, существующих в поле, обществе, и видит эти преобразования, которые иногда происходят с некоторыми людьми, с некоторыми подходами и некоторыми течениями, он вспоминает, что сказал Аллах, неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? Они не раскаиваются после этого и не поминают назидание. Конечно, сегодня мы не сможем рассмотреть все фитны, их понятия и разновидности, но мы поговорим только о некоторых аспектах. Один из самых важных вопросов фитны, действительно представляющих собой очень большую потерю, это то, что творится сегодня на многих собраниях интеллектуального диалога, в социальных сетях и разговорах, идущих по спутниковым каналам, в которых происходит утрата огромной ценности, которой обладает верующий, а именно потеря веры, признание истинности, тасдиқ, это одна из величайших степеней веры у Аллаха, Субханахуа Тааля. Основа слова «иман» в языке – это вера, признание истинности. Всевышний Аллах упомянул о признании истинности во многих местах в Коране. Среди них слова Всевышнего Субханахуа Тааля, «А тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность». Обратите внимание, что тема пророческой миссии целиком вращается вокруг признания истинности. «А тот, кто явился с правдой», сюда, конечно, входят первые поколения, посланники и пророки, приходящие с правдой, которая является откровением, а также сюда входят праведники, которые занимают места пророков, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ученые-наследники пророков. К ученым относятся и праведники, которые приходят с правдой. Затем Всевышний Аллах сказал, «А тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность». Тот факт, что человек признает истинность того, что относится к шариату, к смыслам шариата, к смыслам слов Всевышнего Аллаха и его посланника, это повышает степень человека. Аллах, Субханахуа Тааля, оказывает почет рабу, который признает истину. Многие люди сейчас на собраниях и в форумах интеллектуального диалога и в социальных сетях обсуждают шариатские вопросы. Иногда люди верят в них, а иногда отвергают их, которые они иногда называют интеллектуальным движением или интеллектуальными дебатами. Человек теряет веру, и его положение ухудшается перед Аллахом, Субханахуа Тааля. А он считает это интеллектуальным движением? Всевышний Аллах говорит, а тот, кто явился с правдой и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными. Также Всевышний Аллах, Субханахуа Тааля, упоминая об... о смерти и переходе в вечный мир, Всевышний Аллах говорит, но нет, когда дойдет душа до ключицы и будет сказано, кто же прочитает заклинание, и подумает он, что это расставание, и сойдется голень с голенью, к Господу Твоему будет в тот день пригон, ведь он не верил и не совершал намаз. Всевышний Аллах упомянул об этом обстоятельстве, которое ввергло эту группу людей в это великое наказание, в это мучение, и в этот убыток из-за сомнений в истинности. Сегодня люди теряют, сегодня, братья, мы теряем это самое признание истинности, теряем достоинство этого признания, то, в чем люди раньше были убеждены в отношении вопросов шариата в Коране, авторитеты сунны пророка, авторитеты сподвижников, положение шариата касательно женщины и джихада, мы начали подвергать сомнению многое из этих истин, и называем это сегодня интеллектуальным движением и интеллектуальными дебатами. Всевышний Аллах говорит, ведь он не признал истинность и не совершал намаз. Порой даже бывают насмешки над теми, кто продолжает в это верить. Ему говорят, ты веришь в эти вещи? Часто говорят, ты веришь в эти дела? Всевышний Аллах упоминает эту картину на том свете. Как сказал Аллах, субханаху ва-та-аля, они будут обращаться друг к другу с вопросами. Один из них скажет, был у меня товарищ, он говорил, неужели ты принадлежишь к числу верующих? Ты веришь в это? говорил он ему в этом мире. Когда этот человек прибыл в мир вечный, он обрадовался тому, что не послушал этого невежду. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Один из них скажет, был у меня товарищ, он говорил, неужели ты принадлежишь к числу верующих? Но хвала Аллаху, я уверовал. Обратите внимание на достоинство признания истинности у Всевышнего Аллаха. Сегодня мы несем огромные потери в признании истинности. Признание истинности, благодаря которому Всевышний Аллах возвысит людей в сутный день и, потеряв которое, многие люди окажутся в убытке. К сожалению, эти вещи проходят под ширмой, называемой в основном интеллектуальным движением, интеллектуальными дебатами или интеллектуальными дискуссиями, которые не заостряются на спорных вопросах и так далее. Но в действительности основная проблема заключается в том, что сегодня мы теряем один из столпов спасения в сутный день. И многие люди ухудшаются на рисах Аллаха, теряя признание истинности. Поэтому, мой дорогой брат, я советую себе и советую тебе, если ты послушал такие собрания или посетил такие форумы, в которых диалоги затрагивают те вопросы, о которых указывается в книге Аллаха и сунне пророка, я советую тебе, не теряй признание истинности. И вспомни слова Всевышнего Аллаха, субханаху и тааля, а тот, кто явился с правдой и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богопоязненными. И вспомни слова Всевышнего Аллаха, субханаху и тааля, ведь он не признал истинность и не совершал намаз. И вспомни слова Всевышнего Аллаха о тех, кто насмехается над теми, кто признал истинность. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Один из них скажет, «Был у меня товарищ». Он говорил, «Неужели ты из числа считающих истинным?» Эти дебаты, которые происходят сегодня, являются одними из самых больших дверей к фиднам. Многие люди проявляют в этом снисходительность под современной интеллектуальной оберткой. Как, например, их выражение, «Я не запираю свой разум. Я хочу выслушать все идеи». «Моя вера не слабая и не хрупкая, чтобы пошатнуться. Я не боюсь ветра каких-либо новых идей и т.д.» Эти лозунги, которые на самом деле обманывают многих людей, и они теряют огромную прибыль, которую они достигли за предыдущий период. То есть веру, признание истинности и приближение к Аллаху с признанием истинности. Признание истинности и приближение к Аллаху с признанием истинности. Восхождение по ступеням веры через признание истинности. Человек теряет ее в таких вопросах, которые они сегодня называют интеллектуальными дебатами. И деградация, которая случается в таких дискуссиях, чаще всего происходит из-за отсутствия знаний. Сегодня многие люди находятся в замешательстве. Он приходит к тебе и говорит «Лично я больше всего писем, получая по электронной почте от молодых людей». Некоторые из них приходят из Саудовской Аравии, некоторые из других стран. Он говорит тебе, мол, я озадачен этим вопросом. Вещи, в которых он ранее не сомневался, вопросы, касающиеся веры в Аллаха, веры в посланника Аллаха, веры в авторитет сподвижников, в нормы шариата касательно женщины, в авторитет ученых и многие другие вопросы. Он говорит «Я озадачен ими». Хорошо, какую пользу ты извлек, затрагивая эти вопросы, если ты пришел в замешательство? Дело дошло до того, что некоторые из них пошли по пути философов. Древние философы возвеличивали озадаченность и считали, что она выше по степени, чем убежденность. А некоторые суфийские философы передают хадисы о том, что пророк якобы просил Аллаха озадачить его им. В «Сахихе» приводится, что к пророку, ﷺ, явился Джибриил, сел напротив него так, что колени их соприкоснулись, и спросил его об исламе. Пророк, ﷺ, ответил ему пятью столпами. И он спросил его об имане, который выше, чем ислам. И пророк, ﷺ, ответил ему шестью столпами. Затем он спросил пророка, ﷺ, об Ихсане, который идет выше ислама, молитвы, поста, закята и хаджа, выше веры в Аллаха, в Писание, в ангелов, в посланников и в предопределение. Он спросил, а что такое Ихсан? Он ответил, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь его. А если ты его не видишь, то он поистине видит тебя. Предел убежденности – это поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. В этом диалоге Джибрииля и Мухаммада пророк, ﷺ, указал на то, что степень убежденности, как одна из степеней веры, занимает самое высокое положение в религии, и он назвал ее Ихсаном. Сегодня же люди возвеличивают озадаченность. Всевышний Аллах, ﷺ, говорит, разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь, иди к нам, скажи, путь Аллаха – единственно верный путь, и нам велено покориться Господу миров. Разве эта сцена не повторяется? Разве люди не были на пути Аллаха, а затем они обратились в замешательство, и чьи товарищи призывают их на прямой путь? Но путь Аллаха – единственно верный путь. Как сказал Всевышний Аллах, ﷺ, того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Сколько я видел близких или друзей, подвергнутых искушению. Ты стремишься помочь Ему, переживаешь за Него, печалишься из-за Него, даришь Ему подарок, Устраиваешь банкет в честь некоторых образованных людей из числа требующих знания, в надежде на то, что он изменится. Однако того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. Упаси Аллах от такого положения. И просим Аллаха благополучия для нас и для вас. Одна из самых больших дверей замешательства, сомнения, потери убежденности и утраты признания истинности, ставшей в эти дни очень популярной темой, даже некоторые из числа тех, кто связан со знаниями, стали ее пропагандировать. Это аргументирование наличием хиляфа, разногласия среди ученых, в противовес к тексту. Сегодня всякий раз, когда упоминаешь о каком-либо вопросе, говорят, в этом есть хиляф. Всякий раз, когда упоминаешь вопрос из шариатских постановлений, касающихся женщин, говорят, в этом имеется хиляф. Всякий раз, когда упоминается вопрос из постановлений шариата, касаемо молитвы, музыкальных инструментов, говорят, есть разногласия по этому поводу. Однажды, когда речь сошла о хиляфе, одна из родственниц забавно ответила на это. Да погубит Аллах этот хиляф, который в конец нас замучил. В самом деле это поставило многих людей в затруднительное положение. Там хиляф, тут хиляф, здесь хиляф. Аллах Субхану Та'аля не спослал для нас эту книгу, не спослал для нас это откровение, чтобы мы рассудили то, в чем имеется хиляф. А он говорит здесь хиляф. При остановлении многих шариатских норм от имени хиляфа, прекращение порицания, провозглашение истины, надежды на награду Аллаха, призывы к благому и удерживание от порицаемого происходит от имени хиляфа. Брат, решимость многих была сломлена от имени хиляфа. Молодежь стремилась совершать молитву в джамаате. Они услышали, что в этом есть хиляф, и их мотивация ходить в мечети была подорвана. Поэтому Всевышний Аллах говорит, люди были одной общиной, и Аллах отправил, то есть между ними возникли разногласия. Иногда Коран сокращает некоторые сцены, потому что они контекстуальны друг другу. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля, говорит, люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками, предостерегающими увещевателями, и не спослал вместе с ними писание с истиной. Для чего? Чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Сейчас происходит полностью противоположное этому аяту. Ты говоришь, Аллах сказал, а он тебе там хиляф. Посланник Аллаха сказал, там хиляф. Всевышний Аллах говорит, люди были единой общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, не спослал вместе с ними писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Всевышний Аллах хочет от нас, чтобы мы разрешали наши разногласия по книге Аллаха, и поклонялись Аллаху, субханаху и та'аля, руководствуясь откровением при разрешении наших разногласий. Сейчас же разногласия применяются для того, чтобы рассудить слова Аллаха, субханаху и та'аля. Всевышний Аллах, субханаху и та'аля, ясно говорит, дает ясный ответ, говорит, решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. А сейчас, то, что рассудил Аллах, оно возвращается к хиляфу. Происходит полностью противоположное аяту. Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. Конечно, речь идет о вопросах категорического характера, также о тех, по которым имеется преобладающее предположение, и также о тех, по которым есть разногласия среди ученых, а не о вопросах ичтихадов, в которых трудно быть уверенными или ссылаться на доводы, либо из-за их отсутствия, либо из-за их высокой вариативности, либо из-за сильного расхождения по ним среди предшественников. Сейчас речь идет о многих вопросах, по которым есть канонические тексты. Некоторые из них содержат категоричный смысл, некоторые имеют преобладающее предположение, по некоторым имеются разногласия среди ученых. Тем не менее, это относит к теме хиляфа, и канонический текст прекращает свое действие. Человек со всей черствостью и хладнокровностью перестает обращаться к словам Аллаха, и к словам его посланника, однажды шейх Улисаляма бин Таймия рассматривал вопрос фетв шариатских решений по поводу хиляфа. И ответил оппоненту его же довода, сказав, «Из-за этого мнения выходит, что запретным должно быть только то, по поводу чего имеется единодушное мнение о его запрете. Все запретное, по поводу которого имеется разногласие, становится дозволенным». Так вот, эти слова сами противоречат единодушному мнению уммы, и факт их несостоятельности предельно известен в исламской религии. Сейчас шейх не просто констатирует данный вопрос, а парирует его же мнением. «Из ваших же слов», — говорит он, «то, в чем есть разногласие, должно быть дозволено». И то, что сам факт наличия разногласия по какому-либо вопросу приводит к его дозволенности, а запретным является лишь то, о запретности чего имеется иджима ученых, только показывает несостоятельность вашего утверждения. Почему? Потому что согласно той же иджиме, и тому, что невозможно не знать в исламской религии, никто из ученых не говорил, что то, в чем имеется разногласие, является дозволенным. Однажды кто-то, с кем я обсуждал один вопрос, сказал мне, «Есть ли в этом хиляф?» Конечно, не в моих интересах было говорить о хиляфе. Он сказал, «Скажи мне откровенно, в этом есть хиляф?» Я сказал, «Да, есть хиляф». Тогда он сказал, «Любой вопрос, по которому есть разногласие, не является очевидной религией». Хорошо, что тогда осталось? Ты можешь создать для себя новую религию, полностью состоящую из своих прихоти, скомканную из этих аномальных разногласий. Вопрос в том, что эта проблема сейчас очень актуальна. В другом месте имам Ибн Таимея также обсудил данный вопрос и коснулся одного момента, аргументированного наличием в нем хиляфа, и сказал, «Обоснование вынесения постановлений, наличием в них хиляфа является несостоятельным». Это означает, что хиляф не является обоснованием. Не говори, что это дозволено, потому что в нем есть хиляф. Обоснование вынесения решений, наличием в них разногласия, несостоятельно, «Потому что законодатель не сделал разногласия фактором, определяющим постановление». Почему? Смотрите на это прекрасное обоснование. Он сказал, Потому что законодатель не сделал разногласия фактором определяющим постановление. Почему сейчас будет сказано о прекрасном инструменте обоснования? Потому что это, т.е. разногласие. Это явление, пришедшее после Пророка. Хиляф между учёными появился после Пророка. Как мне сейчас приводить в качестве довода хиляф, если он пришёл после Пророка. Если даже хадис, который придуман после Пророка, считается ложным, то что говорить о хиляфе, который появился после Пророка, потому что хиляф не является фактором, с которым законодатель связал издательство постановлений. И в то же время хиляф – это феномен, появившийся после смерти Пророка. Сейчас это явление, пришедшее после Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, многие привязывают к следованию каноническим текстам и относят это к хиляфу. Также имам Ибн Хазм в своей известной книге по основам фикха, основы хукма, в постановлении, однажды, рассматривая эту проблему, сказал, «Если человек принимает только то, по поводу чего есть иджма уммы» – это присутствие сейчас, есть такое сейчас или нет? Есть те, кто говорят, что довод действителен лишь при иджма – разногласия в вопросах не являются очевидной религией. Если человек принимает только то, по поводу чего есть иджма в умме, и оставляет то, в чем имеется разногласие из того, что упоминается в канонических текстах, то он, в соответствии с этим же иджма в умме, будет считаться нечестивцем. Этот вопрос сейчас необходим для тех, кто говорит, что мы принимаем только вопросы, по которым есть иджма. И если ты говоришь, что я принимаю только вопросы, по которым есть иджма, и отбрасываю то, по поводу чего есть разногласия, это утверждение не действительно само по себе согласно иджма, поэтому ты должен оставить это. Этот вопрос витает вокруг тебя. Человек говорит, в этом вопросе есть хиляф? Тогда я не принимаю это. Я принимаю только то, по поводу чего есть иджма. Почему? Потому что иджма – это довод. Хорошо, это правило, которому ты следуешь сейчас. Я принимаю только то, по поводу чего есть иджма, и оставляю хиляф. Это правило не действительно согласно тому же иджма. Оставь его и включи его также к иджма, и руководствуйся каноническими текстами. Имам Ибн Абдульбар в книге, в которой он рассказал об этикете и этике знания, действительно являющейся одним из источников этого мира, сочетающей в себе знания и их достоинства, он также коснулся этого вопроса и сказал, «Ни для кого из факихов, исламских правоведов различных стран, которых я знаю, хиляф не является доводом. Я не знаю, чтобы кто-нибудь привел хиляф в качестве довода». Сегодня же многие люди, а я читал статьи некоторых из тех, кто связан с шариатской наукой, пытаются укоренить в молодежи этой страны вопросы хиляфа, не проявляя в них строгости, и оставляя это на усмотрение человека, который берет в них все, что хочет. Это напоминает нам случай, о котором упомянул Абдуль-Фаттах Мута'али Ас-Саиди, кажется, в книге, написанной об истории реформаторов, где он говорит об Аль-Мараги, одном из шейхов Аль-Асхара. Они хотели издать законы, основываясь на фикхе, исламском праве, и сказали ему, что хотят подчеркнуть их из исламского права. На что он сказал им, «Вы напишите статьи на основе светских законов, а я, в свою очередь, готов под каждый пункт подогнать мнение из исламского права». Здесь нет извлечения норм из слова Аллаха и из слов его посланника в принципе. Это просто обертка, состоящая из хиляфов. Как некоторые говорят, все светские законы действуют согласно хиляфу. Смотри, куда приводит аргументация хиляфа. Это одна из смут сегодняшнего времени – аргументация хиляфа. Имам Ибн Абдульбар говорит, «Не для кого из факихов различных стран, которых я знаю, хиляф не является доводом». Один из тех, кто больше всего внимания уделил проблеме хиляфа – это имам Аш-Шатиби в книге «Аль-Муафа-Кат». Почему? Потому что он столкнулся с этой проблемой в социальном плане. У него был шейх по имени Абу Саид Ибн Любб, который был одним из факихов Маликитского Мазаба. Он очень сильно почитал его. У Аш-Шатиби есть послание, написанное им в юности, которое называется «Польза и стихи». Он его упорядочил таким образом. В начале идет «Польза», а затем «Стихотворные строки», «Польза», затем «Стихотворные строки». Маленькое изданное послание. Во время его чтения на самом деле видно, как он почитает своего шейха Абу Саида Ибн Любба. У них однажды возникло разногласие по поводу развода. И Абу Саид Ибн Любб сказал, что в этом есть хиляф, пожелав, чтобы этот вопрос решился по хиляфу. Когда Аш-Шатиби углубился в изучение шариатского права и ознакомился с каноническими текстами и словами предшественников, он понял, что аргументация хиляфам противоречит шариату. Считая, что хиляф построен на основе прихоти. Он сказал, что законодатель наполнил Коран предупреждением от следования прихоти. Например, когда Всевышний Аллах сказал, «О Давуд, воистину мы назначили тебя наместником на земле, суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям». И такие же подобные аяты, которые он собрал. Он сказал, что законодатель стремится к противодействию прихоти. И упомянул эти аяты. «Если ты станешь потакать их желанием после того, как к тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником». И другие подобные аяты. Он сказал, что следование хиляфу на самом деле является путем следования за прихотями, против чего и пришел шариат. Он привел к этому множество оснований и подробно описал это правило. В действительности очевидно, что в этих главах речь шла об его шейхе Абу Саиде ибн Любби. Понятно, что он хотел опровергнуть данный подход. Он уделил внимание двум проблемам. В книге «Аль-Атисам» упоминается, что его шейх разделял бид'а – нововведения на пять частей. Ащалтыби в своей книге «Аль-Атисам» подробно изложил о недействительности этого в отношении нововведений. Не бывает хорошее и плохое нововведение. И такое их разделение является неприемлемым. И в книге «Аль-Муафа'кат» он опроверг принцип приведения хиляфа в качестве аргумента. Одно из самых прекрасных его выражений, которые он привел в «Аль-Муафа'кат» – в эти времена проблема обострилась в достаточной степени, пока разногласия в вопросах не стали считаться аргументом в пользу дозволенности. То же самое было и в его время. В эти времена проблема обострилась в достаточной степени, пока разногласия в вопросах не стали считаться аргументом в пользу дозволенности. Он упомянул об этом в книге «Аль-Муафа'кат» и отлично это продемонстрировал. Действительно, одно из самых красивых высказываний по поводу опровержения этого аргумента – это то, что упомянул Ащалтыби в своей книге «Аль-Муафа'кат». Также среди смут, вследствие которых утратилось признание истинности и потерялась убежденность в эту эпоху, это частые интеллектуальные дебаты и идеологи, которые можно назвать завесой преуменьшения. Проявлением этого является то, что многие люди говорят тебе «Знаешь, у меня есть оговорка в отношении религиозного дискурса, у меня есть оговорка по поводу шариатского дискурса». Почему? Он говорит из-за ментальности запрета. У вас строгость в этих вопросах. Не преувеличивайте их. Многие из них – тонкие и незначительные вопросы, не преувеличивайте эту тему. В книге Аллаха есть аяты, а также и в Суне Пророка, саляллаху алейхи вассалям, и в словах сподвижников, опровергающие эти высказывания. Эти разговоры – очень распространенный факт. Я слышал много подобных аргументов, откровенно говоря, даже от некоторых представителей культуры, я слышал их частое повторение слов. Вы преувеличиваете тему, вы преувеличиваете важность множества тонких вопросов, вы заботитесь об оболочке, вы заботитесь о частностях. Всевышний Аллах упомянул тех, кто потерпит убыток и будет сожалеть об этом в день встречи со Всевышним Аллахом в Суре Аль-Кафф. Он сказал – будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут горе нам, что это за книга, в ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано. Аллах Пречисто Он и Возвышен говорит, что эта книга не оставит ни малая, ни великая. Сегодня многие люди преуменьшают эти вопросы. Однажды один из представителей культуры говорит мне, что тема больших и малых грехов стала дилеммой в салафистском фикхе, которая называется дилемма канонических текстов об угрозах. В этом есть дилемма? Нам что, перенять точку зрения мурджиитов? Где здесь дилемма? Этот вопрос действительно является одной из самых важных проблем, поскольку он упускает из виду то великое положение человека, которым является прощение и принятие покаяния Аллахом. Мы рассмотрим это позже. Но давайте сейчас мы рассмотрим некоторые аяты, опровергающие эту точку зрения. Слова Всевышнего Аллаха в суре Аль-Каф «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней». Они скажут горе нам, что это за книга, в ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершали. Аллах спросит со всех, с нас и с тех, кто возражает. Аллах спросит с нас всех за многие вещи, которые мы считали незначительными. Иногда простые вещи, как желание занять высокое положение в глазах людей, стремление к их похвале, любовь к популярности, любовь к вниманию, любовь к лидерству. То, что происходит при обсуждении научных вопросов, когда человеком движет страсть победы над оппонентом, человек может думать, что все это относится к незначительным вопросам. К сожалению, это большие вопросы. А как же тогда насчет действительно незначительных вопросов? Иногда в маджлисах, собраниях, проявляется беспечное отношение к злословию, и мы относимся к этому легкомысленно. Я считаю, что злословие сегодня – это один из самых ужасных грехов, один из самых ненавистных грехов, потому что я подвергся испытанию им на маджлисах. Тот, кто выступает против злословия и борется с ним в маджлисе, для него маджлис стал сегодня тягостным. Всевышний Аллах также в другом аяте говорит, в день воскресенья мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его. Довольно того, что мы ведем счет. Всевышний Аллах сообщил нам, что Он положит на эти весы даже то, что равно горчичному зернышку. Это то, что считается незначительным для людей. Как насчет многих грехов, которые проходят через нас? Это все придет к нам? Я прошу Аллаха простить меня и вас в этот день. Пророк, салиллаху алейхи ва салям, в сахихе аль-Бухари говорит, поистине раб Аллаха может сказать одно слово, не придавая этому значения, за что он опустится в огонь ада на расстояние, подобное расстоянию между востоком и западом. Я джамаа, смотрите на описание, не придавая ему значения. Он произнес фразу и вообще не подумал, и не поразмыслил над ней. Она пришла ему в голову, и он, посчитав, что она уместно, высказал ее. Полагая, что присутствующие могут посмеяться над этой фразой, которая может содержать какое-то оскорбление слов Аллаха или посланника Аллаха, или чего-либо из установлений шариата. В Сунане ан-Насаи посланник Аллаха, салиллаху алейхи ва салям, сказал Айше, о Айше, избегай грехов, которыми пренебрегают. Ибо у Аллаха есть один ангел, который наблюдает за ними и записывает их. Пророк, салиллаху алейхи ва салям, в Сунане ан-Насаи назвал эти грехи так, потому что люди относятся к ним пренебрежительно. Однажды шейх Ибн Усеймин комментирует это описание, но не в Сунане ан-Насаи, а эта фраза приводится в Сахихе Аль-Бухари, потому что он озаглавил ею главу «Предостережение от грехов, которыми люди пренебрегают». Он не привел этот хадис, но Аль-Бухари часто в качестве названий для глав использует тексты из хадисов, которые у него не считаются достоверными, но смысл которых подтверждается хадисами достоверными в соответствии с его условиями. И таких примеров у Аль-Бухари много. Он назвал главу «Предостережение от грехов, которыми люди пренебрегают». Хадис не считается достоверным согласно его условиям. Шейх Усеймин, комментируя фразу «Грехи, которыми пренебрегают», сказал, она схожа с тем, что говорят «Это мелочь, ведь Аллах прощающий, милосердный». Затем шейх стал предостерегать от этой проблемы, получившей широкое распространение. Вы преувеличиваете важность этих вопросов, это частности, это оболочка, это незначительные вещи. А ведь Аллах и Его посланник разъяснили, что Аллах спросит за все эти незначительные вещи. Кроме того, эти призывы, которые появились сегодня, мол, это строгий подход, опровергаются тем, что приводит Аль-Бухари в своем сахихе из хадиса Анаса, который сказал, «Поистине, вы совершаете деяния, которые в ваших глазах тоньше волоса». Мы же во времена посланника, саляллаху алейхи вассалям, считали их тяжкими грехами. Эти слова, братья Анас сказал, в какую эпоху? В эпоху сподвижников и табиинов? Он говорит «Поистине, вы совершаете деяния, которые в ваших глазах тоньше волоса». Мы же во времена посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, считали их тяжкими грехами. Что же он сказал бы в наше время? Также в Сахихе Аль-Бухари приводится хадис от Умад-Дарда, которая сказала, однажды Абуад-Дарда вошел ко мне, будучи разгневанным. И я спросила его, что с тобой? Он ответил, клянусь Аллахом, я не знаю, что осталось у этих людей из того, что делал Мухаммад. Кроме того, что они собираются на общую молитву. Гнев Абуад-Дарды выражает недовольство изменением религии. Многое изменилось. Это то, что говорит Абуад-Дарда, братья, в эпоху последних сподвижников и крупных табиаинов. В ту же эпоху произошли большие изменения в религии. Он говорит, клянусь Аллахом, я не знаю, что осталось у этих людей из того, что делал Мухаммад, кроме того, что собираются на общую молитву. Этот хадис указывает на то, что это изменение, заблуждение. Религиозная слабость, религиозная халатность проявилась рано. А что же говорить о нашем времени? Та эпоха, которую воспел поэт и упомянул о том, что это лучшие века, как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, есть ли среди вас те, кто видел посланника Аллаха, алейхиссалату ассалям, и они скажут «да», и будет открыто для них. Есть ли среди вас те, которые видели тех, кто видел посланника Аллаха, алейхиссалату ассалям, и они скажут «да», и будет открыто для них. И так до конца хадиса. Поколение, которое возвеличено в Коране, возвеличено в сунне посланника Аллаха, алейхиссалату ассалям, и тем не менее, изменение религии уже распространилось в это время. А что же тогда говорить о нашем времени? Как можно сказать об этом знании, которое унаследовано от Ахлю Сунна и четырёх его мазабов, что в них есть строгость, или чрезмерность, или ментальность запрета? Это некоторые свидетельства того, вокруг чего ведутся разговоры о том, что вы преувеличиваете эти вопросы и уделяете внимание частности, и что надо исходить из основных целей религии, это неправильно. Сегодня мы живём не в эпоху строгости. Сегодня мы живём в эпоху снисходительности. Люди стали проявлять снисходительность во многих вопросах. Смуты охватили нас даже в вопросах научной информации, а не только в практических вопросах. Мы страдаем, например, от того, что некоторые люди проявляют снисходительность в плане ростовщичества. Хвала Аллаху, общество в целом далеко от явных процентных займов. Но те, кто проник вглубь инвестирования и к бизнес-сообществу, к сожалению, знают, что есть большая снисходительность в процентных займах. Многие из тех, о ком мы были хорошего мнения, в последующем, когда смотришь на его бизнес, то обнаруживаешь, что у него обычные процентные кредиты. Я знаю одного религиозного человека, который уделяет большое внимание Корану и молитве. Он показал мне кое-что из его бизнеса, и я обнаружил, что у него процентные займы. Клянусь Аллахом, братья, я был расстроен и спросил, «Зачем тебе эти процентные кредиты?» Он сказал, что это у всех в округе, у меня так же. То есть все бизнесмены вокруг меня берут кредиты под проценты. Он проявил к этому снисходительность из-за своего окружения. К сожалению, процентные займы широко распространены среди многих бизнесменов. Снисходительность в отношении рисковых договоров, запретных взглядов, музыкальных инструментов. Сегодня нас охватила смута сомнения в истинности, в вопрос о канонических текстах. Шейх Уль-Ислам в своей книге Дар-Ут-Та'Арут говорит, «Научный дискурс в Коране по своему статусу и атрибуту выше, чем практический». Это означает, что вопрос канонических текстов имеет более важное значение сам по себе. Сейчас прозападный материалистический дискурс, который вторгается к нам через различные интеллектуальные собрания, пытается сделать проблемы бизнеса наиболее важными и отнести вопросы, связанные с признанием истинности, с наукой и каноническими текстами, к предмету интеллектуальных дебатов. И это неверно. Это очень большая ошибка, которую сегодня пропагандируют против мусульман. Это неправильно. Вопросы канонического характера и признания истинности зачастую важнее практических вопросов. Как мы говорили в начале лекции о некоторых аятах, указывающих на достоинство признания истинности, и что сегодня многие братья утрачивают из того, что относятся к признанию истинности, к убежденности, из-за любви к своим братьям-мусульманам ты беспокоишься об их безопасности в будущей жизни, беспокоишься об их высоком положении в будущей жизни. Чтобы Всевышний Аллах собрал нас вместе в раю, рядом с нашим пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и с этим возвышенным созвездием людей веры. Среди этих вещей, получивших широкое распространение и относящихся к вопросам веры, признания истинности и к теме канонических текстов, например, собрание Корана, заучивание Корана, запоминание слов Всевышнего Аллаха и в то, что обязывают слова Всемогущего Аллаха, причистанный возвышен. Воистину мы не спослали напоминание, и мы оберегаем его. Нам надлежит собрать его и прочесть. Далее, поистине, нам надлежит разъяснить его. Сегодня в наших газетах пишут, я прочел в местных газетах некоторые статьи, которые сомневаются в собрании Корана. В одной из них говорится, что слова о неполноте Корана и то, что некоторые аяты из него были утеряны, является вопросом ичтихада. Я прочитал об этом в местных саудовских газетах. И этот разговор звучит так, как будто это нормально. Сегодня происходит дискредитация и оскорбление источников пророческой сунны, почитаемых в сердцах мусульман, таких как Сахих аль-Бухари. Сегодня ставится под сомнение достоверность хадисов Сахих аль-Бухари и Сахих муслим. По какой причине? Нет никакого научного исследования, основанного исключительно на рациональном подходе. Иногда оно отсутствует изначально. Исследование может летать вместе с твитом, и как только некто прочел твит, в котором сообщается о неясности по поводу хадиса, он полетел вместе с темой и согласился. Сегодня правовые нормы для женщин, установленные Кораном и сунной посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, подвергаются очень сильным нападкам, например, как путешествие женщины без махрама. Он приходит и говорит тебе, брат, почему ты строго относишься к путешествию женщины? Почему ты не доверяешь ей? Брат мой, посланник говорит, пусть женщина путешествует только в сопровождении махрама. Запрещено женщине путешествовать на расстояние, равное расстоянию, которое проходит за один день и одну ночь, без сопровождения махрама. Это не сомнение в отношении женщины. Это, напротив, сомнение в отношении дьявола, который хочет соблазнить ее. Это забота о достоинстве, забота о целомудрии и защита от путей к разговорам и слухам и другим вещам, которые относятся к таким поводам. Сегодня о хиджабе, полностью закрывающем лицо, распространяется неверная информация. Некоторые люди говорят, что это вопрос хиляфа, на который можно опираться. Иногда в этом вопросе добавляется много неверной информации. Сейчас распространяется такая информация, которая на сто процентов является ложным слухом. Это их слова о том, что открывать лицо разрешается по мнению большинства ученых, а покрытие его является мнением хамбалитов, который принял наш шейх. Это неверно. Мнение о покрытии лица имеется во всех четырех мазабах. У шейха Уалид Арушуди есть хорошее исследование, я всем рекомендую прочесть его. Оно опубликовано в интернете о том, что мнение о покрытии лица, возможно, это и есть мнение большинства ученых, оно присутствует во всех четырех мазабах. Неверно, что это наоборот. Другие говорят, что никаб – это изначальное нововведение. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, женщина в состоянии ихрама не закрывает лицо никабом и не надевает перчатки. Если бы женщины с подвижников не носили никаб, то Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, не сказал бы, женщина в состоянии ихрама не закрывает лицо никабом. Этот хадис приводится в Сахихе Аль-Бухари. Среди вопросов, которые часто крутятся сегодня в таких средствах обсуждения идей, как интеллектуальные дебаты, интеллектуальное движение и интеллектуальные диалоги, есть вопросы относительности, исключения и опеки. Все они изначально являются ветвями концепции либеральной свободы. Говорится, что любое мнение нужно уважать, а не критиковать и отрицать его. Почему? Потому что это отвержение и опека. Ответ на этот вопрос состоит в том, что отвержение имеет пояснение. Отвержение одобряемого и установленного шариатом недопустимо. Это наоборот должно поддерживаться. Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг к другу. Они велят совершать одобряемое. Но отвержение предосудительного требуется шариатом. Всевышний Аллах говорит, «И запрещают предосудительное». Всевышний Аллах говорит, «Он уже не спослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамение Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором». В противном случае вы уподобитесь им. Всевышний Аллах упомянул исправляющих, которые творят благое, и то, как ими сохраняются страны. «И Господь твой не таков, чтобы погубить селения по несправедливости в то время, когда обитатели их являются творящими благое». Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, сохраняет страны благодаря тем, кто исправляет. «Исправление» — это по своей сути укрепление одобряемого и благого, которое имеется в уме, и отвержение предосудительного, плохого и заблуждений, существующих в исламских странах. Вот некоторые из вопросов, о которых я хотел поговорить сегодня в рамках темы фитны и их большое количество, и слов Всевышнего Аллаха, неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? Одной из наиболее важных тем, на мой взгляд, является необходимость обращать внимание на вопросы признания истинности, канонических текстов и науки, и ошибочность превращения их в интеллектуальные проблемы, что не соответствует действительности. Братья, эти вопросы касаются веры и необходимости нашей взаимной любви и взаимной поддержки в религии. Мы должны беспокоиться о себе и своих братьях и не позволять этим сомнениям, замешательству, ослаблению убежденности и утрате признания истинности вторгаться в наш народ, в наших братьев, в нашу среду и в нашу страну. Принцип заботы о мусульманах заключается в заботе о совершенстве веры, о сохранении веры и сохранении признания истинности. И Аллах знает лучше, и Он самый мудрый. Наблагословит Аллах и приветствует, и ниспошлет благословения Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам.